Так. Ну, для начала, наверное, сколько сказать о том, что серфа, в принципе, является давно известным спортом по всему миру. А в течение пяти лет открылось 13 сходов, открыли на гвардии России по значению для катания. Какие-то менее актуальные, какие-то достаточно популярные, например, в Кокпите, где ежегодно проводятся соревнования, это школа, и 8 месяцев в году обучаются студенты, как молодые спортсмены, начинающие этапы, уже опытные. Следующая луна является привлечения как отечественных спортсменов и любителей, так и зарубежных. А также луна показывает, когда у нас красивая природа. Что касается возрастной категории, в принципе, намного возрастная, потому что обучений здесь нет. Это как дети, которые уже достаточно в виде возраста, стараются не отставать от молодых, так же, как отец. Как таковых аналогов в России нет. То есть есть интернет-ресурсы, интернет-журналы, они не имеют ни приложений, ни печатных вариантов. Что касается аналогов и печатных, то это только два лагера США и Австралия. Там была, там, где, там, где, там, где, там была, другая, кстати, о русском чётке, но достаточно мало информации, и плюс они не издаются в России. Поэтому, по сути, как бы, данный журналок в этом плане не карлина, первый в России. Для логотипа был использован шрифт проект Ангста, в принципе, достаточно простой и вспоминающийся виде логотипа. Здесь не представлены дальнейшие обложки, цветовые решения будут привязаны к мерству. То есть, например, желтый цвет, как в этом знаке, в данном случае это Завчатка. Первое место, о чем все-таки посвящен, чему журналы. Там, что начался проект «Серфер Сибири». Это балаги русский и американцы, там, не обначале журналов, наши команды. Они спортировались для того, чтобы показать, как у нас Россия красивая, богатая, что у нас тоже можно кататься. То есть, к нам тоже приезжают. Что касается названия журнала, то дословный перевод – это «Северные берега», но на сленге спортивных означает «Рубские берега». То есть, употребляйте именно просто во всем, даже не без перевода. То есть, как для нашего, так и для зарубежных. Поэтому, в принципе, название сразу, особенно, кто-то в этой теме, тем понятно, о чем он идет к речи. Разворотый журнал дизайн достаточно простой, так как, опять же, повторюсь, возрастая группа, у нее нет ограничений, и дизайн может быть достаточно непростым и понятно. Вот. И во всем, где журнал содержит в большом количестве стратегических фотографий, он не должен отвлекать сложный дизайн на главную тему. Такой формат, который позволяет журналу брать с собой удобно, в том же время позволяет в фотографии достаточно качественно показать большие, чтобы смотреть. В макете вы присутствовали графические формы, адресующие общий стиль журнал. Когда-то расположение будет нетрадиционно в строгих порогах. Например, плавающие, каутские, китающие детства. Журнал черты разделен на рублики. На рублике каждый день имеет схожее оформление. Это один разворот. Название рубрики написано большим подчеркнутым черепом. Ниже черепом поменьше. Это тема рубрики. Также может присутствовать содержание темы, если это актуально. На сворот, в каждой рублике о корме математической фотографии данной статьи. Основной шрифт – это хелевитик-файформа. При выборе черта надо учитывать, для какой продукции его выбирать и на какую категорию и тема он рассчитан. В первую очередь, читайте, что происходит за шрифт засечника. Но лучше воспринимать, как можно дольше читать, чем шрифт без засечника. На данный случай у нас представлен глянцевый журнал. Из первых числа количественных шрифтов был выбран именно. И эти файлы достаточно широкие и в роздragах у вас. Рекламные блоги выделены в редакции. и в последующих номерах планируется дело, соответственно, со стилистикой журнала. Это молодые враты, как отечественные, так и пробежные, то есть спортивные, так, одежда. Ну, в принципе, все то, что может им интересно в этом виде способа. И пробежение, повторюсь, в нашем отечественном городе. Ну, у вас периодически в журнале списка подписчиков, да? Это в качестве оформления рекламного года. А, здесь, то есть, не люксами? Рекламный год сделан. Да, то есть это в вашем отечественном городе. Много вопроса. Предсказание журнала «Рубчик», изучение концепции и все эти темы. Наверное, статистически вдохновлялись творчеством для этого, кажется? Ну, вы знаете, да, простите? Да, совершенно известный журнал был. Принус еще на петельке. Наверное, статистически вдохновлялись. Да. Так, есть ли вопросы еще? Да, есть вопросы. Конечно, надо ходить за счет игры, хорошо вам это сказать. А вот, короче-то вопрос, название по-английски, а там, внизу написано «Русский сёрфер». Сёрфер. Да, «Русский сёрфер». А, как вот это, если с тобой примутать? Наверное, это будет более понятно. А, но, естественно, в первую очередь рассчитано на наших, для наших спортсменов, наших туристов. Вот. Вот. А почему не дозвать? И нам не надо «Северный берег». Ну, вот, повторюсь, в данном случае «Русский сёрфер» не перевозят здесь спортсменов. Так, если они безорубежных, так и отечественных. То есть, если это слайд, именно слайд спортсменов. Вот. То есть, профессионал. Да, да, да. А так «Северный берег», а вот так я не буду слышать. Да. Да. Устанетия, в котором все выступали одно участие. Да. Еще вопросы есть? Перейдем к рецензии. В работе Ольги Медведева присутствует стремление создать здание популярное, ориентированное на молодежную аудиторию. Но главное, в основе концепции здания лежит стремление привлечься к ренгингу.